Я приветствую вас, друзья! Вы на канале Веселый Инженер. Сегодня я отвечу на главный вопрос, который постоянно мне задают, про чтение чертежа, а именно, какие мы знаниями, какие базовые знания должны быть у человека, у инженера, у студента, у какого-то начинающего самоучки-специалиста для полноценного чтения чертежа. Итак, начнем. Итак, первое знание, которое необходимо вам будет знать. Первая точка знания – это, естественно, операции, которые могут быть выполнены при изготовлении вашей детали. Но ни для кого не секрет, если вы смотрите это видео, значит, вас интересует эта тема, вы примерно должны себе представлять, а лучше не примерно, что такое, к примеру, токарная обработка. С нее обычно начинается все изготовление любых практически деталей, если то это не корпусные, и то бывает токарная обработка. Дальше какие-то специфические операции. Это может быть зубофрезерная операция, строгальная операция, это может быть просто фрезерная, какие-то лыски выполняться и так далее. Это может быть шлифование до термообработки, и различные фасонные поверхности будут быть получены, в том числе и отверстия будут быть просверлены в этой вашей детали. То есть сверление, токарная обработка, строгание, шлифование, протягивание, фрезерные, зубофрезерные, холинговальные и различные операции обработки металлов желательно изучить. Да, можно не знать какие-то специфические операции, как, допустим, холингование, зубошевингование, шевингование, холингование. Это можно, как бы, ну, так знать в общих чертах. Хотя, если вы будете смотреть мой канал, то вы обязательно озавладеете всеми знаниями по этим операциям. Так, ну, примерно, да, вы уже знаете, да, все эти операции механической обработки, и вы уже можете начать приступить к чтению чертежа и уже с уверенностью начинать составлять какой-то, ну, такой технологический процесс. Начните с того, что, посмотрите, какая сталь. Естественно, от того, какой они сталь, вернее, а какой материал вашей детали. От того, какой материал будет зависеть и подбор режимов резания, и инструменты, термообработка, и многое-многое другое. И вообще, допустим, есть определенные марки стали, к примеру, для шестерен используются одни стали, для корпусных деталей другие, для режущего инструмента третий, для контрольного инструмента четвертый. И уже взглянув на сталь, вы можете примерно, ну, представлять, какое изделие находится перед вами. В этом вы должны изучить технические требования. Там можно подчеркнуть много информации. И если вам какой-то пункт технических требований непонятен, я рекомендую вам не двигаться дальше, а пытаться найти, где-то изучить, спросить, что это такое, и уже понять. Со временем вы будете в лед читать эти все пункты. Кстати, у меня уже скоро появится видео, вернее, не видео, видеокурс целый, да, по чтению чертежей. Там я постараюсь все объяснить, и вы сможете уже с легкостью не искать это все в интернете, а все в одном видеокурсе посмотреть и понять. Далее, перед тем, как переходить к графике, да, посмотрите основные параметры, основные параметры, и вам тоже придется это изучать. Да, вам, может быть, не придется изучать там различные, там, делительный угол подъема, да, такие вот, исходный червяк, но это червяк просто решил взять. Самое важное, что могу выделить в этих таблицах, если это ваш зубчатый венец, это модуль, да, тут число витков, но обычно это число зубьев, угол профиля есть, и обязательно вы должны посмотреть степень точности. То есть, восьмая степень точности, это можно сказать, что это, как бы, ну, в лучшем случае, хоррингование, но наверняка не шлифование. Все, что выше, это выйдет просто из-под фрезы, а все, что ниже, это уже идет шлифование зубчатого венца, эвольвент из зубчатого венца, или, в данном случае, витков червяка. Вот такая вот получается петрушка. Ну, для себя вы можете изучить все эти параметры, они очень подробно описаны в интернете, можно все это посмотреть, и если что-то непонятно, спросить уже у бывалых ребят на производствах, они вам обязательно и с удовольствием подскажут. Все, теоретическую часть вы изучили, далее, что вы должны понимать, вы должны понимать, что на каждом чертеже механической обработки или детали есть шероховатость. Я взял, вот смотрите, три шероховатости с этого чертежа, да, почему три, потому что здесь одна, видите, два с половиной, это вы должны понимать, что это из-под резца, то есть это вы проточили на токарной обработке и оставили, вот такая шероховатость у вас получилась. Если у вас шероховатость указана 1,25, и точнее, то это уже шлифование, а точнее, я говорю, допустим, это может быть 0,8, это может быть 0,63, то есть это еще шлифование. Но когда вы видите уже шероховатость 0,4, вы должны понимать, что это полирование, и уже обычным шлифованием, а тем более токарной обработкой вам здесь, ну, никак не справиться. Есть таблицы в интернете, где описано, какая шероховатость соответствует какой механической обработке. Это очень удобная таблица, их можно найти прямо вот забив где-нибудь в какой-то поисковой системе и, в принципе, распечатать, пользоваться, а потом уже вы из опыта будете все это щелкать, как орехи. Хорошо шероховатости определились. На каждом чертеже, я скажу даже, ну, абсолютно на каждом, есть вот такие рамочки, как мне один студент сказал, рамочки. Это называется допуски формы и расположение поверхностей. Естественно, вы должны их изучить. Их достаточно много, но если посмотреть, описание почитать, применяются в основном вот, ну, какие-то там, к примеру, такие классические, да, круглость, цилиндричность, да, вот соосность, перпендикулярность, симметричность, параллельность. То есть, есть какой-то базис, которых там, наверное, штук, наверное, 5-6, которые применяются практически на всех чертежах, таких достаточно точных. Ну, и есть такие уже специфические, вы можете их прочитать, ну, для себя, чтобы, допустим, где-то, если вы столкнетесь вдруг, вас это не поставило в тупик, и вы смогли спокойно прочитать чертеж и уже определиться, сможете ли вы соблюсти эти все требования и изготовить деталь в соответствии с конструкторской документацией. Ну, и никто не отменял допуски, да, то есть на каждый, каждый размер есть допуск. Вы должны понимать, что здесь такая же система, как степень точности, да, то есть чем точнее цифра, да, то есть если шестерка, она точнее, чем семерка, то есть здесь уже более зажатый допуск, он более, так сказать, точный, да, не помню сколько, по шестой степени там, к примеру, получается, там соточки две, да, здесь, допустим, три, а в восьмой степени точности уже, допустим, будет четыре с половиной, пять, да, ну, к примеру, да, То есть обязательно обращайте внимание, есть таблицы допусков и посадок, где вы можете по вот этим вот буквам, по этим цифрам определить, какие допуски у вас на этот размер. Ну и соответственно уже определиться сможете ли вы на своем существующем металлообрабатывающем оборудовании изготовить ту или иную деталь или изделие. Также есть на чертежах какие-то специфические поверхности, да, это шпоночные пазы, для них отдельные там есть госты выделены, есть резьбы, да, то есть они обозначаются метрические, дюймовые, там различные там трубные резьбы, трапециедальные, много есть разновидностей, это отдельная тема. Резьбы рекомендую изучить, но если нет желания изучать углубленно, то в принципе можете получить какие-то базовые знания, что такое метрическая резьба. В 90% случаев вам это поможет. И останется 10%, которые вы можете сказать, что в принципе я не знаю что-то такое, или когда столкнетесь, вы просто возьмете книгу, изучите, посмотрите какой-нибудь видеоурок и разберетесь раз и навсегда. Так, принято. Сейчас смотрите, еще на чертежах всегда обращайте внимание на термообработку. Какая термообработка, какие поверхности. Иногда бывает задана термообработка для всей детали. Иногда термообработка указывается для какого-то участка детали, где-то нужно предохранять от термообработки. Обязательно это все нужно смотреть, потому что участки, которые проходят термообработку, а тем более которые потом обрабатываются после термообработки, они естественно должны иметь припуск. Чтобы вы когда провели термическую обработку, у вас как говорится было какой металл снимать. То есть осталось еще немного металла, допустим, под шлифование, под твердое точение, под полирование после шлифования и различные другие операции. Поэтому термообработка, кстати, тоже надо смотреть. Есть бывают какие-то поводки, если вы будете знать, что это объемная закалка, то деталь явно поведет. Если это будет ионное азотирование, то деталь не так сильно поведет. И будете уже варьировать ваш припуск под конкретную термическую операцию. То есть если операция не сильно коробит, как говорят, да, искривляет геометрию вашей детали, то припуски можно делать минимально. Это сэкономит кучу времени и средств для дальнейшей обработки. Если же сильные поводки, да, какая-то закалка на масле, там, да, где-то сильно ведет, где-то даже не рихтуется. Такой вот валик, то, естественно, естественно, вы должны будете сделать уже определенные припуски, да, то есть оставить, чтобы потом исправить на вашу деталь. Ну и что еще можно сказать? А можно сказать, что у нас еще есть базы. Для чего используются базы? Есть конструкторские, есть технологические. Конструкторская база, она указывает, как эти все параметры, которые вот эти указаны, видите, АБ, да, вот две базы. Здесь АБ тоже указано. То есть конструктор указывает, как деталь будет находиться уже в дальнейшем механизме, где она будет стоять, и как вот эти допуски расположения поверхностей взаимного, да, формы расположения должны соответствовать. Ну, к примеру, вот возьмем, да, указана соосность АБ. То есть это говорит о том, что диаметр 40 вот этой слева должен соответствовать диаметру 40 справа, то есть они должны лежать вот на этой оси. Конечно, задана вот поверхность от поверхности, можно было просто задать от оси, но это уже на откуп конструктору оставим. Базы могут быть различные, их может быть несколько, их может быть там 3, 4, 5 баз различных, то есть если это корпусная деталь с большим количеством поверхностей, это уже решает инженер-конструктор. Есть специфические всякие элементы, да, такие вот выносные, ну, на них особо внимания обращать не надо, там никогда обычно не бывает такого что-то серьезного. Это обычные канавки, они гастированы, какие-то шпоночные пазы, ну, опять же, есть отдельные разделы в книгах, где вы можете ознакомиться, как их изготавливать, какие тонкости изготовления и так далее. То есть вот такая вот база, которая поможет вам не только прочитать чертеж, но и примерно составить понимание у себя в голове дальнейшего технологического процесса воспроизведения этой детали уже непосредственно в металле. А у меня на этом все, друзья. Пишите комментарии, делитесь с друзьями, они тоже хотят посмотреть такой видос. Всем добра, пока-пока!